Добрый вечер всем! Екатерина, вас как-то наполовину только видно, может быть, немножко экран опустить. Вот теперь хорошо. Отлично. Так, значит, у нас есть еще пять минут. Давайте мы подождем, начнем по расписанию. Если есть какие-то пожелания, добрые слова или прочее, то время ими обменяться. Тогда всем здравствуйте. О, Валя, здравствуйте, наконец-то. Хотя бы так. Здравствуйте. Ну, раз предложила обменяться, так надо же обмениваться, а как же иначе? Да, инициатива наказуема. Я поздоровалась, когда вас еще не было. Рада всех видеть. Добрый вечер. Да, давайте вот, может быть, до начала занятий я хотела поделиться информацией, которая, может быть, будет полезна кому-то из ваших знакомых или даже родственников. Это касается детей и, в общем-то, их родителей, которые сейчас вынуждены находиться за пределами, в первую очередь, Украины, хотя не только Украины, но и из России тоже народ пытается бежать. В общем, мои друзья организовали онлайн-школу для детей, которые не могут сейчас получать нормальное образование. И если вот вы знаете таких детей, да и родителей тоже, то, соответственно, можно связаться либо со мной. Сейчас, одну секунду, это, наверное, уже не надо. Вот, соответственно, если вы знаете кого-то, кому нужны дополнительные занятия английского, и не только дополнительные, английский, математика, химия, биология. В общем, учеба, да, с детьми от начальных классов до старшеклассников. На волонтерских началах работают профессиональные учителя и, в общем, стараются помочь не потерять этот учебный год. И, судя по всему, что происходит, судя по всему, и следующий тоже. На какую-то ссылочку бросьте на чайку. Сейчас, одну секунду. Я просто сижу за чужим компьютером. Потому что у нас перед нашим, перед нашим, как раз началом, перед нашим занятием у меня как раз ровно полетел компьютер. Мне пришлось срочно взять чужой. Сейчас, одну секунду, я найду эту ссылку. Значит, называется она... Стоп, это не документы. Спасибо. Спасибо. Не хочет искать. Так, что-то я здесь не могу, извините, не могу сообразить, как. Сейчас я тогда дам просто свой... Свой телефон, да, в чате напишу. И просто можно будет мне написать, можно написать в WhatsApp, можно написать, у меня есть в Телеграме контакт. И если кого-то интересует, кому-то важно и нужно, то я пришлю всю информацию. И, значит, это мой телефон. По нему можно со мной связаться. Можно записать 053-427-5091. И это уже может быть более интересно взрослым. В рамках вот этой школы мы с мужем будем проводить курс для взрослых, который будет посвящен тому, как иудаизм оказывает влияние на жизнь в Израиле, причем не только на людей, которые этот самый иудаизм исповедуют, а вообще, в принципе, на жителей Израиля. То есть понятно, что тем, кто здесь живет уже давно, многие вещи будут знакомы. Но, в общем, во-первых, может быть, мы что-то и новое расскажем. А во-вторых, опять же, если вы знаете кого-то, кто недавно приехал, кто здесь обустраивается и, соответственно, сталкивается с разными не всегда привычными и понятными ему реалиями, возможно, наш курс будет полезен. Значит, опять же, вот просто мне написать, и я передам всю информацию. Занятие будет проходить с 5 июля по вторникам с 8 часов вечера. Занятие в Zoom, и мы будем записывать наши занятия. То есть потом еще будут распространяться, можно будет посмотреть записи. Но, тем не менее, когда есть возможность еще мало ли задать вопросы, как вы знаете, оно всегда приятнее и полезнее, может быть, и интереснее. Стоп. Значит, у нас остается… Давайте, вот еще минута пошла, и мы уже перейдем к теме нашего сегодняшнего занятия, обещанного. Тема нашей сегодняшней встречи была объявлена всей встречи, всего семинара. Женщины светят даже в темные времена, с библейских времен до современной Украины. Ну, в принципе, до наших дней, не только на Украине, но и по всему миру сейчас женщины помогают, решают множество проблем. Мужчины, конечно, тоже. Но, в общем, нас, понятно, в первую очередь интересуют женщины. Ну, и по традиции это занятие я посвящаю памяти своих друзей и коллег, учителей. Магдыхая, Захара, Лея, Влада, Ильи и Анатолия. Пусть будет богословенная их память. Итак, значит, мы всегда, мы, давайте сделаем так, но пока я это уберу. Да, мы с вами постоянно как бы на наших занятиях, да, мы все время обращаемся к истории еврейской 19 века, начала 20 века, потому что, в общем, это действительно такое время, когда происходило много всего. Начало происходить очень много всего интересного, как раз связанного с женщиной. И у нас есть очень много информации про эти времена, потому что до, там, буквально конца 19 века женщины практически не имели возможности, собственно, подать, по большей части подать голос. И рассказать о том, что у них происходит, и, в общем-то, как-то выразить свое отношение, там, не только к происходящему, ну, и к происходящему тоже, но, в общем, поэтому мы постоянно говорим о, собственно, конце 19-го, начале 20 века. И, в принципе, да, вот это время, оно интересно не только с точки зрения еврейской истории, да, оно вообще интересно с точки зрения европейской истории. Поэтому мы, значит, и поэтому сегодня мы, опять же, будем говорить о пересечениях, ну, в первую очередь, естественно, российских культурных реалий с еврейскими, и как они оказались завязаны на женщин. Значит, про политику мы, наверное, сегодня, ну, про политику мы, конечно, без нее не обойдемся, да, но, в первую очередь, будем говорить о культуре. И, как вы помните, конец 19-го века, это у нас в российской культурной жизни, это у нас что? Поднимите руку, кто знает, кто может попытаться ответить. С культурной точки зрения, как называется это время вот в российской культуре? Серебряный век. Серебряный век, да. Значит, причем, судя по всему, серебряным он назван, а не золотым, он назван исключительно вот из уважения к Пушкину, да, и, может быть, чуть-чуть к Лермонтову. Потому что, если вот посмотреть на, даже по количеству, то вот Серебряный век, он гораздо более плодотворен и гораздо больше влияния оказывает на русскую культуру. Чисто статистически, да, именно Серебряный век должен был бы называться золотым. Мы можем как бы бесконечно перечислять имена, да, там Блокт, Гумилев, Андрей Белый, Бальмонт, Брюсов, кого угодно. Чем еще отличается Серебряный век от золотого, не только по количеству участвующих в нем мужчин, да, творивших, а еще и тем, что Серебряный век – это время, когда женщины очень активно включаются в творческий процесс и при этом пишут не в стол, а становятся полноправными участниками процесса. Да, это Анна Ахматова, естественно, Марина Цветаева, Зинаида Гиппиевна. И, в общем, дальше можно как бы перечислять долго. Значит, третье, что нас интересует, это то, что в отличие от того же золотого века, в Серебряном веке уже активную роль начинают играть кто? О ком мы сегодня будем говорить? Женщина. Не только женщины, да, в первую очередь, Серебряный век – это как раз время, когда евреи активно включаются в русскую культуру. Еврейские женщины. Да, это, соответственно, Осип Мандельштам, это, соответственно, Пастернак, Эренбург, Саша Черный. И, да, значит, вот вы абсолютно правы, да, еще одно отличие Серебряного века в русской культуре от золотого – это то, что еврейские женщины тоже становятся участниками, так сказать, русской культурной жизни. Ну, в первую очередь, это Елизавета Полонская и Вера Ингер. Но, как бы, что там Саша Черный, что Мандельштам, что Елизавета Полонская, они все-таки, как бы, скорее относятся к русской культуре, да, или тот же Пастернак, чем к еврейской. А, значит, что касается еврейской культуры, да, то тут у нас параллельно еще идет процесс национального возрождения и создания современных национальных литератур. Причем именно литератур, потому что они создаются на разных языках, да, они создаются на еврейских языках, а не только, скажем, не только на идише, не только на иврите, а в принципе. И при этом современные они почему? Не потому что они, как бы, писались, вот, как бы, в конкретное время, да, а потому что они уже соответствуют современным сложившимся литературным канонам европейским. И, соответственно, вот у нас есть вот эти два вектора, да, идет формирование национально-еврейской культуры, идет формирование, идет развитие русской культуры, два вектора таких, соответственно, они не могут не пересечься. И вот об этих точках пересечения, о двух таких, на мой взгляд, интересных точках пересечения мы сегодня и поговорим. Значит, первое – это национально-литературное возрождение, такое в очень таком прямом смысле этого слова. Значит, в это время ведутся ожесточенные дискуссии, о какой, собственно, должна быть национальная литература. Какой она может быть, как вы думаете? Что такое национальная литература, что такое еврейская литература? Как мы определим, что такое еврейская литература? Описывающая еврейский быт, еврейское самосознание, еврейские какие-то особенности. Или только так. Или авторы евреев. Ну, в общем, да. Собственно говоря, два основных позиции – это то, что литература должна быть национальной по содержанию, то есть быть посвящена каким-то, в данном случае, в нашем случае, да, особым еврейским темам. А другие говорят, что нет. Это просто литература на национальном языке. И если она там, скажем, написана на идиш, а при этом описывает, там, не знаю, реалии чего угодно, да, или какую-то вообще сказку, то все равно это будет еврейской литературой. И у той, и у другой позиции есть, понятно, свои эти аргументы за и против. Ну, как бы об этом мы сейчас особо говорить не будем. Но вот как раз тем, кто считал, что национальная литература – это литература, которая пишется на соответствующем национальном языке, в еврейском варианте был брошен очень интересный и неожиданный вызов. Значит, и этот вызов бросила такая простая русская женщина, о которой мы сейчас поговорим. Одну секунду. Значит, вот, звали ее Елизавета Ивановна Жиркова. Ой, sorry. Так. Сейчас. Одну секунду. Я прошу прощения, сейчас поправлю. На чужом компьютере все время что-то сбивается. Вот, теперь видно, да? Нет. Нет? Не сейчас. Сейчас, одну секунду. Вот. Вот теперь видно, да? Да. Значит, звали ее Елизавета Жиркова. И она родилась в небольшом городке под Рязанью в 1988 году в такой обычной русской православной семье. Отец ее был учителем в сельской школе, потом стал книготорговцем и издателем книг. А мать ее была из осевших в России ирландцев. И мать умерла, когда девочке было три года. А отец умер в 1917 году. И Елизавета, она воспитывалась в доме старшей сестры, у тети. Училась в женской гимназии, потом посещала педагогические курсы. В 1910 году, значит, педагогические курсы «Общество учительниц и воспитательниц детских садов». И, в общем-то, ее образование и происхождение ничто не предвещало. Она писала, с детства писала стихи. Значит, вот тут на картинке, да, это сборник на русском языке ее стихов первых. Вот, а и с 1919 года она начала опубликоваться. При этом первой книжкой ее были стихи не по-русски, а перевод стихов с Идиша под названием «Еврейской стране». Автором этих стихов был Шмуэль Яков Имбер, который писал по-польски, в том числе не только на идиш, но и по-польски. Побывал в Палестине в свое время, а потом он был убит во время Второй мировой войны в Украине. Значит, ну вот в 1919 году Елизавета Ивановна неожиданно как бы для всех перевела его стихи «Простите, с Идиша». И как бы вот с тех пор, как я видел, как братья смеются, для горестных жалоб я слов не найду. С тех пор, как я видел страны пробуждения, я только от радости плакать могу. С тех пор, как я знаю, вы можете верить, не верю я больше, что Бог вам далек. И мне ненавистны и ночи, и запад, с тех пор, как я взору стремил на восток. Классические такие сиониды. Если вы помните, сионидами назывались стихи, посвященные, собственно, Сиону, то есть стране Израиля. И как бы вот все прекрасно. Это только почему именно Елизавета Ивановна переводит эти стихи на русский язык. Об этом она сама писала в своих воспоминаниях, что в 1907-1908 годах мне случалось часто бывать среди евреев в доме одной еврейской девушки, соученицы по гимназии. И так началось мое знакомство с еврейским миром, и возник интерес к языку еврит. Сначала я словно в шутку выучилась читать на идише. Мне это было нетрудно, потому что я немного знала немецкий. А буквы выучила по учебнику еврейской грамматики на немецком языке, который принадлежал моему брату, специалисту по восточным языкам. На этом ее симпатии, интерес к еврейской культуре не ограничился. И в книгах на идише мне попадались непонятные евритские слова, которые возбудили мой интерес и желание увидеть их в естественном древнем окружении. Так начались мои вечерние занятия в обществе любителей еврейского языка в Москве в 1913 году. Учеба там продолжалась два года, но по разным причинам прерывалась, порой ненадолго. Больше еврит я никогда регулярно не изучала, и все мои знания подчеркнуты из книг и из бесед. И потом дальше она готовила свои мемуары, но они не были опубликованы. Мемуары ее находятся в архиве национальном, они напечатаны на машинке. И Зоя Капельман, может быть, вы слышали такое имя, это русскоязычная израильская исследовательница еврейской литературы. Вот она написала про Элишеву несколько статей. Вот что писала, собственно говоря, о себе сама Элишева. Самое начало и первый этап моего изучения еврита было чтение не на языке еврит. По правде говоря, о существовании этого языка мне тогда еще ничего не было известно. Еврейский язык, так определялись по-русски, два языка – еврит и идиш. И лишь иногда, чтобы избежать путаницы, во втором случае, в случае с евритом, добавляли определение древних. Еврейский язык предстал передо мной впервые именно в виде разговорного идиша, несомненно, легкого для понимания всякого человека, который когда-либо учил в хоть какой-то степени европейские языки, особенно немецкие. Источник, из которого мне впервые стало известно об этом языке, был как раз ивритский. Номер, выходивший в те дни, лет 30 тому назад, евритской газеты, название которой я теперь затрудняюсь припомнить. Там было помещено объявление от имени какой-то пароходной компании, рекомендовавшей еврейским иммигрантам легкий и удобный путь в страны Америки, в частности, в порт Глобстон, находящийся, как кажется, в Мексике, если диаграфическая память мне не изменяет. Эта деталь не вовсе безинтересна. Стоит напомнить, что еще будучи ученицей начальных классов, я, как большинство моих сверстников и современников, зачитывалась книгами, которые в то время принято было относить к книгам для юношества. Истории о всяких романтических приключениях, действия которых изворачиваются, как правило, где-то в странах Латинской Америки или в Мексике. От того и слова Глобстон давным-давно было знакомо моему уху и любезно мне, как воспоминание об увлечении теми книжками, словно реальное название какого-то места на воображаемой родине. И после того, как я справилась с пониманием очертаний квадратных букв, что произошло случайно, при помощи учебника иврита, написанного по-немецки и предназначенного в основном для нужд мудрецов народов мира, изучающих иврит как древний язык, я приступила к чтению этого Глобстонского объявления и с задачей справилась. Так же успешно я верно одолела еще несколько объявлений в той газете, однако относительно них никаких интересных подробностей в моей памяти не сохранилось. И как интересно сложилась история, что название Глобстон вызвало интерес и дальше понеслось. И к ее, и к нашему, в общем-то, счастью, у нее под рукой оказался учебник для мудрецов народов мира, по которому она смогла выучить буквы. Затем перед моими глазами встает нечто удивительное. Покончив с объявлением, я захотела перейти к чтению телеграфных сообщений, напечатанных на первой странице сверху. С чтением географических названий места, с которых были посланы телеграммы Лондон, Петербург, Берлин, все было в порядке. Но сколько я не ломала голову над содержанием телеграмм, мне не удавалось выводить из них ни одного слова, похожего хоть на что-нибудь вразумительное. Отсюда необходимость, чтобы кто-нибудь, отсюда возникла необходимость, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что в реальной действительности существует два еврейских языка, записывающихся одинаковыми буквами. И сказал, какая между ними разница. Этот этап не был так уж короток, но суть его, разумеется, впрямую отношение к изучению ибрита не имеет. Второе, что мне отчетливо помнится, мое появление на вечерних уроках ибрита в Москве, где я тогда жила. Уроки проходили в одном доме, который позднее, когда я привыкла там часто бывать, я назвала, возможно, не слишком вежливо, еврейским департаментом. В одной, не особенно большой квартире, разместились, как кажется, все организации, общество и союзы, которые только имелись тогда у евреев в столице. Очень такая знакомая ситуация. Если вы помните, начало 90-х, когда вот конец, в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда началось еврейское возрождение еще даже в бывшем Советском Союзе, то тоже в небольших каких-то квартирах ты проходил, и там оказывалось, а здесь у нас такое культурное общество еврейское, здесь у нас, значит, представительство молодежного движения, здесь еще что-то. Какие-то такие пересечения, когда начинаешь это все читать, какие-то такие пересечения очень интересные и трогательные бывают. Сейчас, секунду. И среди этих вот организаций, которые находились тогда в той квартире, одна весьма интересная с точки зрения ее назначения, и о ней я скажу далее. Общество любителей языка еврит, которое проводило вечерние уроки еврита. Первый год занятий мне посчастливилось, и это правда было большим счастьем, и я по сей день не перестаю благодарить за него судьбу. Учиться у молодого учителя, который был одновременно и невероятно одарен, и безгранично предан своему делу. Уроки проводились по методу еврит на еврите, преимущественно в устной форме. Совсем никакого учебника не было в той первой группе, куда я попала. На первый урок я в буквальном смысле свалилась с неба. Это было уже посреди зимы. А уроки начались несколькими месяцами раньше. С первого урока я вышла с точным знанием всего двух евритских слов. Но в истинности этого знания у меня не было ни малейшего сомнения. Я знала, что означает, когда учитель обращается к ученикам и спрашивает «Атем мы веним?» Вы понимаете? Эти два слова отпечатались в моем воображении несколько иначе. «Атем, а веним?» поскольку на письме я их никогда не видела и условили их лишь на слух. Тоже, по-моему, очень сильно напоминает вот эти наши первые уроки еврита. Или когда там к нам приезжали в Ленинградский тогда еще еврейский университет, привозили очень много лектора. Приезжали лекторы из Израиля, они читали лекции на еврите или там по-английски с переводом. Да, но вот периодически они тоже обращались к аудитории не только со словами, так сказать, своего непосредственно темы урока, да, что-то еще пытались добавить по ходу дела. И тоже вот было что-то, когда там какие-то слова, там типа «Атем мы веним?» Ты сидишь и делаешь вид, что понимаешь. Но это вовсе не мешало тому, что это знание, как и те, что добавили со временем на следующих уроках, были прочными и основательными. Можно будет сказать, и это будет правдой, что только что я выучила с помощью этого метода на первых уроках, только то, что я выучила с помощью этого метода на первых уроках, я знаю наверняка. И это систематические и правильные знания, которые растерять невозможно. Здесь еще, кстати, что вот интересно, это еще одно свидетельство того, как, собственно, была воспринята в Израиле вот эта система обучения еврит на еврите. Не только в Израиле, а в принципе вот в тогдашней еврейской культуре, потому что, собственно, не было еще и пособия методических всяких учебников. И вот еврит преподавали системы, известные курсы, известная фирма Берлиц. Тоже явно сталкивались с ее рекламой, они преподают языки, самые различные языки на языке, на том самом языке, английский на английском, испанский на испанском, французский на французском. И с большим энтузиазмом евреями была воспринята эта идея преподавать еврит на еврите. Вернемся к воспоминаниям Елизаветы Ивановны. Эти успешные уроки оборвались два или три месяца спустя. Возможно, жителю иной эпохи подобное показалось бы неожиданным, но на наш взгляд все выглядело вполне понятным и даже типичным для того времени. Но тут мы могли бы добавить и сказать Елизавете Ивановне, что в наше время это тоже оказалось обычным, если вы помните, когда там учителя уезжали в начале 90-х, опять же, могли поменяться во всяких еврейских курсах и программах, учителя могли меняться, один уезжает, другой приходит, через три месяца еще один уезжает и так далее. Или кто-то приезжает из Израиля на короткий срок, отчитывает свой курс и выезжает. Тоже очень-очень знакомая ситуация. У нашего учителя, который был очень любим всеми своими учениками, правильнее было бы сказать, ученицами, потому что юноши почему-то не столь жаждали учить еврей, возможно, из-за большей занятости и общего образования в школах. У нашего учителя были два значительных недостатка. Во-первых, будучи идеалистом, он, как большинство молодых людей того типа в то время, даже в самые холодные зимние дни ходил по Москве в легком летнем пальто и без калошек. Это означало, что он непременно возбудит подозрения надзирателей и представителей власти. Ведь в такой голове, наверное, гнездятся революционные мысли и революционные намерения. Второй недостаток, даже еще более предосудительный, был общим еще для сотен людей. У него не было права жительства в столице, и он проживал тут нелегально. Тем временем, ему пришла мысль создать из своих учениц еще одну маленькую группу и начать дополнительные уроки Танаха. Вернее, первые ознакомительные уроки, по-русски, поскольку еще ни одна из учениц не достигла уровня, позволяющего самостоятельно читать Танаха. Уроки эти проходили нерегулярно, не имели определенного места, как в еврейском департаменте. Они велись на частных квартирах у некоторых учениц. Тот факт, что семь-восемь девушек больше не бывало на этих уроках, собираются иногда по вечерам в обществе одного столь подозрительного вида юноши, был принят властями, как создание нового и опасного революционного кружка. И поэтому уже на третьем или четвертом уроке явились хорошо знакомые нам ангелы-губители, жандармы и сыщики и начались аресты и дознания. Единственный, кто от этого сколько-нибудь серьезно пострадал, был учитель, ибо его, как не имеющего права на жительство, вынудили покинуть Москву. Относительно других нарушителей дела ограничиваясь принятой рутиной, в которой тоже хватало докучных, хотя порой забавных эпизодов. О том, что произошло с этой распавшейся потом революционной ячейкой, ходили сводки, из которых я помню две подробности. Переписали все имена для выяснения личности участников, а также провели обыски на квартирах. Я продолжала посещать вечерние уроки еще два года, пока не уехала из города. Но этот период, хоть и был важен для изучения языка, не оставил в моей памяти ничего сколько-нибудь существенного, но даже малого эпизода. И поэтому я сразу перехожу ко времени, когда я переехала по причинам личного и семейного свойства в другой город и совсем другую среду. В России это называлось уездным городом, хоть и не первой величины, и далеко не слишком просвещенным. В Рязань, которая к тому же была городом моего рождения. В этом русском городе, можно сказать, почти наверняка евреев до начала Первой мировой войны не было вовсе. По крайней мере, хорошо это или плохо, никто о них не знал и не слыхал. И лишь на второй и третий год войны, когда появились потомки беженцев из западных областей России, в том числе евреи, ситуация несколько изменилась. В качестве примера, показывающего, насколько осведомлены были и как относились местные жители к факту существования еврейского народа в мире, я хочу рассказать об одном очень характерном эпизоде, невольной свидетельнице, которой я оказалась. Возможно, кто-то сочтет его анекдотом, но я уверяю, что случай подлинный. После февральской революции 1917 года, когда пала российская монархия, на улицах Рязани не раз проходили всевозможные демонстрации, празднования свободы, что при прежнем режиме было категорически запрещено. В одной из таких демонстраций, проходивших на моих глазах, принимала участие группа еврейской молодежи, которая шла со стройными рядами под национальным флагом из песни «Атиква», среди прочих делегаций от разных слоев населения. Вместе с многочисленной публикой я провожала демонстраторов сбоку, идя по тротуару. Прямо передо мной шли двое местных граждан неопределенного сословия. Я услышала, как один из них спросил своего товарища об указанной группе молодых людей, кто это такие. Второй отвечал, что это евреи и что они тоже участвуют в демонстрации. Тогда последовал новый вопрос, а что они поют? И в ответ я услышала именно те слова, которые привожу ниже. Это одна из их песен. Они вспоминают в ней, как сидели на реках вавилонских. Ну, то есть, в общем, вполне понятная ситуация. Действительно, в Рязани, чтобы кто-то из простых обывателей знал, что такое атиква, но зато знали о том, что существует псалом на реках вавилонских. Я знала, что по приезде в Рязань мне будет очень скучно, поскольку у меня там не было ни друзей, ни знакомых, особенно таких, с какими я привыкла общаться в последнее время. Я решила помочь себе и попробовать продолжить занятие евритом. Но как осуществить это намерение в глухом провинциальном городе, да еще и при отсутствии каких бы то ни было личных знакомств? Я выбрала следующий путь. Вышла на улицу и стала осматриваться в вывеске магазинов и предприятий. Не попадется ли на них имя, которое без сомнения можно будет счесть еврейским? Я решила, что спрошу у такого хозяина, известно ли ему, где в этом городе проживает раввин. По правде говоря, в городе должно было быть два раввина. Один, называвшийся по правилам российского режима казенный, а второй духовный раввин, что при синагоге. Собственно, казенный раввин это был тогдашний официальный еврейский ЗАГС. По российским законам, чтобы получить право работать раввином, нужно было иметь русское образование, официальное. Как вы понимаете, у многих раввинов, у многих раввинов, учившихся в Ешиеве, никаких документов о формальном русском образовании не было. Поэтому вот такие раввины, которые отвечали на вопросы, которые входили с курицей или с вопросами о семейной чистоте, назывались духовными. А вопросы, связанные с регистрацией, например, браков, официальных, выпиской, метрик и так далее, занимался казенный раввин. В первых двух-трех местах, где я задала свой вопрос, у меня ничего не вышло. Я так и не знаю, не озадачивали я тех людей и не пришлось ли им гадать, какой именно из двух раввинов мне нужен. Вообще, представьте себе такую ситуацию, что приходит к евреям простая обычная русская женщина и начинает их спрашивать, а где у вас тут раввин? То есть можно, наверное, представить себе их лица, что они могли подумать и, в принципе, общий антураж таких встреч. В конце концов, судьба привела меня в мастерскую резчика печати. Со временем мне посчастнилось познакомиться с ним поближе и провести в его обществе немало часов. Он был неизменным председателем местного сионистского комитета. Когда подобный комитет получил возможность действовать открыто, то есть это уже после февральской революции. От этого резчика печати я узнала адрес казенного раввина где-то на окраине города и направилась к нему. А первой личной встречи с почтенным раввином М, человеком образованным и уважаемым, к тому же старым палестинофилом и признанным авторитетом в глазах всех местных сионистов, я подробно останавливаться не буду. Своей цели я, во всяком случае, достигла. Раввин послал меня к учителю иврита, уж верно, из очень редких в том городе, который на дому давал уроки иврита мальчикам, учаясь читать посидуру и потанаху, а заодно всему, что требовалось принятой традиционной системе еврейского образования. Я нашла этого учителя в комнате на чердаке. В доме у него было несколько квартир, и я не знаю, жил ли он там в качестве домашнего учителя или просто проводил занятия с учениками. Как бы то ни было, тогда у него под рукой оказалось главное средство преподавания – седур. И меня попросили почитать из него что-нибудь на иврите. Возможно ли с желанием убедиться, что вся эта задея не что иное, как очень странная выдумка. Но после того, как я с успехом прочла моде, анили, фанеха и так далее, все стало реальностью, и мы договорились о начале уроков. Учитель был молод, с типичным красивым лицом, обрамленный, несмотря на юный возраст, густой и кучерявой черной бородой. Во всем его облике ощущалась смесь библейского величия и почти детской наивности. Это своеобразие сказалось и в том, какое направление с самого начала приняли наши уроки. Учитель был рад повстречать человека, принадлежавшего, как и он сам, к образованному кругу. Его главным желанием было направить беседу в русло общественных и политических тем и вообще вести долгие разговоры о мировых проблемах. В изучении языка между тем особого продвижения не наблюдалось. Уроки эти продолжались недолго. И под каким предлогом они прекратились, теперь я уже не помню. Возможно, была какая-то внешняя причина, например, этот юноша просто уехал из города. Из всех сведений, которые мне удалось собрать от моей родни, еще до возвращения в Рязань, мне было сообщено только что в моем городе есть лишь один сианист по фамилии Ка. Его имя и отчество, как принято в России, адреса я не знала. Но во время прогулок по улицам города я нашла дом, где на дверной табличке с именем хозяина значилась переданная мне фамилия вместе с неким именем и отчеством. Я собралась с духом и дерзнула войти в чужой дом, чтобы спросить, могу ли я повидаться с господином Ка согласно надписи на двери. И у него я хотела узнать все о том же, не сможет ли он указать мне другого учителя иврита в городе. Оказалось, что я все перепутала. Имя, значившееся на табличке, принадлежало главе семьи, которого уже не было живых. Сианист, один из его сыновей, в то время в Рязани вообще не проживал. Но, несмотря на все это, своего я добилась. Там нашлись его братья, студенты, и один из них сообщил мне имя учителя иврита, к которому можно обратиться. С этим учителем уроки продолжались еще какое-то время и снова без большой пользы. Ни у него, ни у меня не было хороших подходящих учебных пособий. И он был учитель, много лет преподававший по устоявшейся методе, и не знал, как обучать человека вроде меня, который все хватает на лету, с воздуха, особенно после успешного опыта подобного обучения на белых уроках в Москве. Слишком большая была между нами разница. И тут стоит остановиться на одной детали, которую следовало бы упринуть раньше, но я забыла. Еще прежде я пыталась в разное время в промежутке между уроками продолжить обучение самостоятельно, и для этого пользовалась учебником, в том времени явно устаревшим, ивритской грамматикой Конторовича. Книга была написана с объяснением на русском языке с примерами и упражнениями для перевода с иврита на русский и обратно. Всякий, кому случалось учить какой-нибудь язык по подобной системе, прекрасно знает характер этих упражнений, с отставленных правил из отдельных предложений, совершенно бессмысленно, хоть до анекдотичности. Помню, Ру-Вен, Шо-Хэф, Аль-Ми-Та-То, Вет-Ах-Бо-Ши-Та-Руха, Аль-Ми-Ц-Хо. Ру-Вен лежит на постели и повязка у него на лбу. Кажется, со вторым учителем мы тоже иногда пользуемся этим учебником. Тоже очень знакомая ситуация изучения языка. Помните, учебник был такой английского Бонка. С очень странными предложениями, которые надо было переводить на английский. И первые учебники, по крайней мере, которые я видела на еврите, они действительно напоминали Ру-Вен, Шо-Хэф, Аль-Ми-Та-То. Из одного из учебников, это такой пароль отзыв, кто по нему учился, «Еш-По-Шэмеш-Рак-Бабокер». Может быть, знаете, такой был учебник об эту шма. В Рязани или Шевой, тогда еще Елизавета Ивановна, она не только пыталась найти учителя еврита, она еще помогала еврейским беженцам в рамках специально организованных комитетов помощи. И там же она познакомилась с неким представителем еврейской интеллигенности, с которым начала переписываться на еврите. Среди прочего, в 19-м году она писала, что у нее нет ни родных, ни друзей, ни знакомых. Жизнь ее проходит без внутреннего наполнения, в одиночестве и скуке. И как бы не очень понятно, насколько искренне она это пишет, потому что уже как бы внутреннее наполнение у нее уже было, на наш взгляд. В 18-м году вышел в свет ее первый поэтический сборник «Тайные песни». И она его подписала, она его уже как Элишева, изменив свое имя Елизавета на еврейский манер, как это было тогда принято среди евреев. И вот что писали об этом сборнике в сионистской печати. «Эта маленькая книжка привлекает внимание своим необычным содержанием. Тайные песни, песни о далеком Сионе, и поет их с несомненной искренностью поэт нееврейской национальности, принеся в дар любимому народу тайные песни своей души. Наш автор правил бы взять эпиграфом к своей книжке слова из книги Руд. Народ твой, мой народ, и бог твой, мой бог». Но при всей той искренности и любви, которую Элишева испытывала к ивриту, как раз свое вероисповедание она не меняла. И в еврейство она не переходила, как бы оставаясь всегда русской православной. Потом вот вышел, да, я ошиблась в начале лекции, извините, я сказала, что это первый ее сборник, это второй ее сборник «Минуты», и этот сборник тоже был опубликован в еврейском издательстве. Значит, в это же время с ней знакомится ее будущий муж и начинает ее активно осаждать с предложениями руки и сердца. И, значит, уже позже Элишева рассказывала, что ей тогда очень привлекательными казались сионисты, полные надежд на национальное возрождение, на раскрепощение и гордое будущее. У нее же не было тогда своего духовного мира, лишь туманные мечты, скук и одиночество. И вот, как бы, замуж она вышла, чтобы каким-то образом оживить свою жизнь. Зарегистрировались они нерелигиозным браком в 20-м году в Москве. Ну, понятно, что религиозного брака у них быть не могло. Значит, вот как об этом, собственно, пишет она сама. И тот, кому душа принадлежит, избранник мой пред Богом и пред Светом, моей руки с торжественным обетом серебряным кольцом не осветит. Потому что, значит, ее муж Буховский, Семен Буховский креститься, видимо, не собирался. Мы не знаем, насколько, насколько, значит, он этому сопротивлялся, но как бы, как факт, он не крестился. А она не собиралась переходить в иудаизм. О мужа ее, в принципе, известно не очень много. То есть, известно, что он был сионистом, занимался книгой издательством, значит, он издавал в России журнал Гаме ОРР, замыслил издательство переводов на иврит мировой литературы, издал сборник из трех рассказов Чехова, но дальше как бы дело не пошло. Потом он но тем не менее он продолжал заниматься издательской деятельностью и в том числе начал публиковать скихи своей жены. Так, чтобы у нас мы успели еще про вторую. Значит, в 1924 году у них родилась дочь Мирьям Литл, а потом где-то ближе к 1925 году они уехали в Палестину, в Тель-Авив, и там началось торжественное шествие Ильишева по клубным сценам еврейской Палестины. Также она еще ездила с поэтическими выступлениями в Прибалтику, Польшу, Париж, Лондон вместе с мужем. Ее очень хорошо воспринимает публика, сионистские культурные знаменитости ищут с ней встречи, она читает свои стихи на иврите, слушает, как их поют в виде романсов, как читают в переводах на иные языки, переводят на иврит ее русские стихотворения. Снова и снова она рассказывает о себе и привкус нереальности не покидает несколько ошеломленную поэтессу. Во второй половине 20-х годов она очень активно печаталась в ивритской периодике стихи, рассказы, рецензии, литературные очерки. у нее выходит еще два сборника стихов «Малая чаша» и стихи или четки, ее рассказы, ее переводы, роман о московской богине в переулке. Она еще хотела перевести, она написала его на иврите и хотела перевести его на русский, но уже не успела. Но постепенно восторги вокруг нее немножко уменьшаются. Кроме того, начинается экономический кризис и издательство приходит, издательская деятельность приходит в упадок. Она еще раз едет на гастроли, но, к сожалению, эти гастроли как раз завершились трагически. В 1932 году в Кишиневе ее муж умирает и Лешева возвращается вместе с дочкой в Тель-Авив. Там пытаются как-то существовать ее, пытаются поддержать ей, организуют всякие там работы, она переводится английского на иврит, собираются для нее какие-то деньги, но постепенно вся эта деятельность прекращается и, к сожалению, умерла она практически в забвении и теперь она известна только как как поэтесса известна только в основном специалистам. Но сейчас одну секунду, но вот тем не менее именно она стала таким вот первым поэтом, практически известным нам на иврите, кто писал стихи не идеологические и по большей части она писала в общем-то о своих переживаниях, такую вот европейскую литературу на иврите, а кроме того, чем она отличалась от тогдашних ивритских поэтов, она отличалась тем, что у нее практически не встречались цитаты из классических еврейских текстов, в отличие от того же Бялика, скажем, у которого даже в детской песенке про качели, он там использует цитаты из Мишны, а Илешева она просто этих текстов не знала и она писала на известном ей иврите, и вот именно этим ее творчество интересно как бы до сих пор, что она пишет на простом небиблейском иврите, без цитат, без аллюзий, именно пишет о том, что чувствует, вот как говорит и некоторые исследователи считают, что именно это, среди прочего, и привлекало к ней вот тогдашний круг тех, кто ее коллег и поклонников ее творчества, что на фоне тогдашних современных начала 20-х, середины и конца 20-х годов поэтов, писавших на иврите здесь в Палестине, как бы у нее был совсем другой язык, другой подход. И как бы вот она была в то время единственной женщиной, поэтом, писавшим на иврите, но при этом ориентировавшимся на европейскую литературу, а не на как бы вот возрождение именно вот такой идеологической ивритской поэзии. Вот этим она не занималась. Что еще про нее можно сказать? Вот тут вот про нее пишут исследователи, что поэзия Лишела противопоставила убавлящему южному темпераменту и мутарству еврейских авторов северную созерцательность, патетики преодоления и лидическую ноту женского смирения. Намеренно непредиздательный образ ее лирической героине гарантировал читательский успех. То был компромисс между демонстративным по сути своим образом поэтессой и скромным образом еврейской женщины в рамках четырех локтей Аллахи. То есть как бы наших еврейских кюхек куха и киндер. В стороне от коллективных борений поэтесса и Лишева исследовала нюансы собственной одинокой души, погруженной в тишину, безмолвие, покой и грезу. Дома, тишина или безмолвие, шальва, покой, мечта, шалом, шекет, тишина. Это одни из самых частых слов ее лирики. И еще в качестве ее вклада в еврейскую поэзию отмечают, что она, собственно говоря, ввела, легализовала любимую подавляющим большинством тогдашних читателей русскую поэтическую норму как бы в сионистском и еврейском и еврейском варианте. То есть, с одной стороны, народ здесь очень идеологизированный, с другой стороны, хотелось говорить не только про сионизм и прочее. И вот Ильишева, она как бы была такой отдушиной. Ну вот, как бы это про Ильишеву. И вот еще раз повторяю, что это был такой интересный очень феномен, что от человека, который начинает интересоваться еврейской культурой, чаще всего ожидает, что вот он, значит, примет и выходит замуж, тем более еще она вышла замуж за еврея, что очень часто как бы ожидается, что вот примет иудаизм. Нет, она осталась русской православной женщиной, классиком еврейской литературы. Еще одна интересная тоже вот поэтесса, у которой был совсем другой путь, это дочь композитора Александра Скрябина Ариадна, это его внебрачная дочь, она только после его смерти получила возможность носить его фамилию. Которая тоже стала одним из тех, кто оказался в гуще еврейского возрождения. Мы все трое одинаково владели русским и французским, что нам в огромной степени помогло ассимилироваться во Франции, когда мы с Риадной эмигрировали в ту страну, так писала в своих воспоминаниях ее сестра. По вечерам бабушка нам читала вслух, это нас завораживало. Жюль Верн, чьи романы мы страстно любили, Киплинг, Диккенс и другие авторы составляли блаженство этих вечеров. Как сейчас я слышу наши крики и мольбы о продлении чтения на 15 минуточек, когда мама, войдя в столовую, произносила роковое «Дети в постель». Конечно же, это происходило в самый волнующий момент повествования. Однажды наше представление было грубо прервано. Один из зрителей заметил Ориадне, что произнося свою тираду, нужно быть к публике лицом, а не спиной. А моя сестра довольно резко ответила дерзкому зрителю, что ее речь обращена к луне, поэтому она должна смотреть в окно на небо, и что она ничего не изменять не собирается. Вмешалась мама, и поскольку Ориадна не хотела не изменить позу, не извиниться, представление было прервано. Вот что писала о том времени сама Ориадна. Моим дыханием мир мой жив, какой в душе воскреши снова, нежданный радостный порыв. Живу, блаженства нет иного. На этой сладостной траве лежу, как сверженное знамя. Любовно солнце в синеве повисло прямо над глазами. Пусть это солнце и трава исполнится навек мгновением, когда вселенная жива одним моим прикосновением. Просто вот классические стихи Серебряного века. Сначала она вышла замуж за композитора французского Лазаруса, еврейского происхождения. С ним она развелась, но все равно осталось общаться в такой еврейской компании. И в той же компании на Монфорнасе познакомилась с еврейским поэтом Довидом Кнутом. который произвел на нее неизгладимое впечатление. Вот как его описывала Зинаида Шаховская. В Довиде Кнуте не было ничего докадентского, но ему случалось жаловаться на то, что революция не дала развиться его поэтическому дару. Однако он был достаточно умен, чтобы засмеяться, когда я проявала его стенание. Подумайте, Довид, кем бы вы были сейчас, если бы не революция? Сидели бы в своем захолустье Бессарабии, таковали бы мамалыга и селедкой в бокалете у кого-нибудь из родственников. А вы, благодаря революции, очутились в Париже, в столице Европы и стали одним из самых видных поэтов в миграции. Революция спасла вас от весьма убогого существования. Ариадна и Давид познакомились, поженились, и вот, что значит об их, ну, о них писал Александр Бахрах. Ариадна унаследовала от отца, как писал о нем пастернах, исконно русскую тягу к чрезвычайности и заучила, что для того, чтобы быть собой, все должно себя превосходить. И вот на ее пути появился Кнут, влюбчивый поэт, талантливый астролунный Малый, в своих стихах затрагивающий привлекавшие ее библейские темы таким тоном, словно он по меньшей мере был свидетелем потопа. Им было просто по пути, им было почти предназначено сойтись именно потому, что друг друга они взвинчивали и друг друга своей неуемностью заражали. В августе 1939 года они вместе участвуют в 21-м международном сионистском конгрессе, который проходил тогда в Женеве, и 30 марта 1940 года оформили свой брак. И Ариадна официально проходит Дьюр, принимает себе еврейское имя Сара. И на их свадьбе одним из свидетелей был бежавший из Польши, тогдашний это уже 1939 год, поэт Юлий Тувим. Ариадна не знала полумер, вспоминала Андрей Седы. Не умела останавливаться на полпути. Она полюбила Довита Кнута, полюбила еврея и сама перешла в еврейство. Как и все празелиты в своей новой вере, она была необычайно страстная, порой даже нетерпимая. Однажды Кнут пришел с ней в редакцию последних новостей. Возник беспорядочный разговор. Кто-то рассказал в шутку еврейский анекдот. Как разволновалась Рядна. Слезы брызнули у нее из глаз. Мы с Довидом долго старались ее успокоить, она все не могла простить нам этот еврейский анекдот. Вот еще как описывает в своих мемуарах Василий Яновский. Кнут наконец женился на Рядне Скрябиной, женщине колоритной и страстной. Внезапно он получил субсидию на издание французской сионистской газеты и зажили они в роскошном особняке. Скрябина дочь композитора приняла еврейство, причем с таким черносотенным оттенком, что был вовшим в Монпарнасе капитан единственного израильского учебного судна, с отвращением зажимал уши, когда Рядна начинала проповедовать и убеждать иноверцев. Рассказ об этой русской женщине был бы не полон без характерного эпилога. По слухам, она умерла в 1944 году на юге Франции, сражаясь с немецким патрулем. Они действительно, значит, когда Франция была оккупирована немцами, они перебрались с мужем в Туузу и там принялись за создание подпольной еврейской организации, первоначально названной Бней Давид, то есть сыны Давида, а последствия именовавшейся еврейской армией. Вместе с Кнутами, основателями этой организации, стали супруги Авраама и Жени Полонские. Помимо собственно решения организационных задач, Кнут, как истинописатель и публицист, решил идеологически обосновать необходимость борьбы с фашизмом и в начале 1942 года опубликовал брошюру под названием «Что делать» на французском языке, который предложил свое понимание цели и форм движения сопротивления и его еврейской составляющей. Некая Анна-Мария Ламбер вспоминала ритуал посвящения в еврейскую армию. «Я оказалась в темной, как ночь, комнате. Напротив меня кто-то сидел. Я видела только резкий свет фонаря, направленный мне в лицо. На столе лежал флаг, рядом Библия. Я должна была повторять слова присядья, не снимая руки с Библии. Клянусь оставаться верной еврейской армии, подчиняться ее командирам. Да здравствует мой народ. Да возродится Эра Цесраэль. Свобода или смерть? Слышала я свой голос. В темноте кто-то произнес. Отныне и впредь выйдет еврейской армии. Зажегся свет, и я увидела, что напротив сидит Ариадна, и что флаг шит из двух простыней, белый и голубой. На всех нас сильнейшее впечатление производило ощущение некой мистической силы по другую сторону стола. Собственно, все, кто пишет воспоминания об Эреанне Скрябиной, они вот как раз упоминают о том, что она была такой очень эмоциональной и действительно проникнутой мистической силой глубоким, интересным человеком, изумительной женщиной. По одной из версий она в 44-м году значит вот она переводила группу еврейских детей в Швейцарию, а муж ее, Довид, переводил другую группу. Довид благополучно перевел свою группу, а Рианну накрыл немецкий патруль, открыл огонь и ее убили. Но как бы эта версия считается неправильной, тем не менее, как факт, да, она была убита вот как раз как член, как участник французско-еврейского сопротивления. Вот вот у нас вот есть две истории о таких разных людях самым разным образом повлиявшим на еврейскую культуру. Муж ее потом с детьми, он переехал уже в Израиль и до конца 50-х годов жил в Тель-Авиве, умер от рака здесь. вот собственно как бы то, что я имела на сегодня сказать, если есть какие-то вопросы или спасибо большое и разбежались вы одна выжили. Мне было очень интересно. Хорошо, спасибо вам за участие. Я записала, что-нибудь о них прочитаю, их прочитаю истинно посмотрю. Вы знаете, об Ильишеве очень мало что есть, вот буквально в интернете опубликована статья Зои Капельман. Ну, на иврите тоже вот у этого Дана Мирона, который израильский критик, историк израильской литературы, вот он правда к ней так относится с неким пренебрежением, но вот может быть его. Но на русский язык, насколько я знаю, он не переводился. А про Ариадну, опять же, да, вот то, что у нее есть про Ариадну. Она как Ариадна фигурирует в этом или как Сару? И так, и так, Сану лучше Ариадна Скрябина и тогда можно получить все нужные ссылки, в том числе и уважение о том, что она стала потом Сарой Кнут. Хорошо, да, спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего, удачи вам. Всего хорошего, значит, еще раз, если вы кого-то знаете, кому может быть интересно. Да, я себе записала занятия в виртуальной школе и для вновь приехавших взрослых. С какого возраста детей принимают? Дети, дети там и младшая школа тоже занимается. Младшая школа тоже занимается. Да, да, то есть, просто пускай тогда мне напишут и... Хорошо, у меня тут есть группа, которая руководит там из-за Ирии и Света. Я ей вот такую информацию отправляю, когда по лагерям отправила, она очень довольна была, там несколько человек устроила детей. Я ей отправлю эту информацию, если что-то им пригодится, они тогда напишут вам. Хорошо, да, спасибо большое. Всего хорошего. Здоровья и побольше хороших новостей. Да, действительно. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует...